16 часов и 9 минут в российской столице. Всем здравствуйте, в эфире радиостанция Эхо Москвы. Меня зовут Алексей Соломин, это программа «Среда» с Аркадием Гершманом. Аркадий, привет. Всем привет. Василий Александров, наш звукорежиссер, и я напомню, что мы вещаем в YouTube-канале Эхо Москвы, Яндекс.Эфире. У Эхо Москвы уже 918 тысяч подписчиков, неустанно напоминать, потому что нужно обязательно подписываться, потому что совсем скоро у нас будет миллион. Обязательно попадите в первый, так сказать, золотой миллион. И обязательно подписывайтесь на канал Аркадия Гершмана, ссылка есть в описании этого видео. Да, подписываться очень важно, и надеюсь, вы позовете меня на вечеринку в честь миллиона. Ой, конечно, когда у нас будет вечеринка в честь миллиона, я надеюсь, что она скоро будет, потому что мы получим, наконец, миллион, и потому что ковидные ограничения, я надеюсь, когда-нибудь снимут. И Аркадий, ты наш коллега, ты наш ведущий, ты, конечно, приглашен на все наши вечеринки, вне зависимости от того, связаны они с миллионами или нет. Отлично, это приятно слышать. Сегодня тема нашего эфира – стресс в городе. Вообще довольно сложно говорить над темой, которую сложно пощупать. А стресс – это именно такая ситуация. Да, потому что все мы с этим сталкиваемся, не всегда мы можем как-то это понять, потому что нужно рефлексировать и вообще сравнивать. Но, тем не менее, жизнь в большом городе, как правило, сопряжена со стрессом, и в этом плане, наверное, город уступает место деревне или, в принципе, жизни на природе, потому что там стрессы есть, но они другие, их в меньшем количестве. Но человек, который давно живет в городе, в принципе, мы часто приспосабливаемся, наш мозг начинает что-то блокировать, и многие, как правило, когда приезжает в большой город, как раз отмечают, что люди какие-то нездороваются, бегают туда-сюда, и в целом ведут себя странно, а это как раз реакция на стресс. И я постараюсь сегодня как-то вот раскрыть эту тему. Сразу скажу, что я пройдусь немного по верхам, потому что хочется охватить все, ведь стресс, он касается абсолютно каждой сферы деятельности города, наверное, назовем это так. А хочешь мы запустим голосование, спросим наших слушателей, испытывают ли они стресс от больших насыщенных городов? Вот страдаете ли вы от... Да, да, давайте попробуем. Если вы испытываете стресс от большого города, 101-20-11. Если большой город вызывает у вас только радости и приятные эмоции, 101-20-22. Начался подсчет ваших голосов. Если вы испытываете стресс от большого города, 101-20-11. Если большие города вызывают у вас только приятные эмоции, 101-20-22. Да, ну и заодно можно, видимо, написать в комментариях, какие части вашей жизни в городе связаны с наибольшим стрессом. Это путь на работу или жизнь в большом доме, работа или поход за покупками. Тон в бесконечных бибиках и шуме. Да, да, все верно. И сразу, наверное, хочется порекомендовать книжку, потому что на тему стресса сейчас говорят многие исследователи, многие зарубежные города этим озабочены, и они постраивают свою городскую политику по то, чтобы стресса стало меньше. И есть книжка, которая так и называется, «Стресс в большом городе». Автор Адли М. Забыл, к сожалению, имя, но ее перевели буквально год или два назад. Она есть на русском языке, и там, собственно, эта тема раскрыта куда обширнее. А я, наверное, пройдусь по самым заметным проявлениям. То есть не только мы поиграли с этим заголовком. Да, да, не только мы. С этим сериалом, да. Ну, начнем, наверное, с главного, как мне кажется. Потому что сегодня в Стрессе в большом городе, если мы исключаем большое количество людей в принципе, связано скорее с автотранспортом. Потому что это шум, это высокие скорости. А наш мозг, когда он, точнее, когда мы видим, что что-то движется быстрее, там, 50 км в час, мы подсознательно воспринимаем это опасностью. Потому что в природе редко, когда встречаются явления, там, например, когда животные бегают быстрее 50 км в час. И если они бегают, то, скорее всего, что-то происходит. Зачем-то они бегают. Да, поэтому мы автоматически воспринимаем это стрессом. Что это раздражитель, это опасность. И я понимаю, что там прожженные горожане наверняка умеют это блокировать, как и многое другое. Но, тем не менее, такое явление есть. И вот даже сам факт, что когда вы идете, например, с ребенком, вы не отпускаете его руку, потому что опасно. Или как на переходах у нас любят писать гаишники, что, мол, сними капюшон, посмотри по сторонам, ты сам несешь ответственности и прочие вот эти вот... И прочие имитации бурной деятельности. Вы не наушники есть. Да, все это подталкивает к тому, что среда опасная, что будь на чеку. А постоянно быть на чеку довольно сложно, и это нас сильно убивает изнутри. Поэтому, собственно, успокоенное движение трафика, это не только вопрос безопасности с точки зрения ДТП, но и также с точки зрения просто человека, который идет по улице, живет на улице. То есть мы воспринимаем пространство более дружелюбным. И поэтому, кстати, многие отмечают, что у нас действительно, если идешь с ребенком, ты постоянно за ним смотришь, ты, не дай бог, он от тебя отбежит куда-то на метр, что вот машины, вот опасность. А там на европейских небольших улочках, например, ты его спокойно отпускаешь, потому что понимаешь, что машина едет там 20 км в час, и что даже если там кто-то ошибется, что будет время на реакцию, в принципе, место не воспринимается таким уж опасным. Но это с одной стороны. А с другой стороны, сам факт вождения автомобиля тоже вызывает огромное количество стрессов. И я вот нашел исследование, что ученые из Масадчуча, господи, из технологического института, университета Масадчуча, MIT, да, я извиняюсь, у меня второй эфир, и я немного заговариваюсь. Они вместе со специалистами Ауди проанализировали с помощью разных датчиков, вообще, как ведут себя люди за рулем автомобиля, и пришли к выводу, что вообще вот маневры на улицах по уровню стресса соизмеримы с прыжком на парашютах. И в целом, если вы постоянно вводите автомобиль, вы тоже постоянно испытываете стресс. Ну, тут надо сделать пояснение, что автомобиль в городе, что именно, когда плотное движение, и в целом многие там реакции людей в пробках, когда гнев изливается на соседей, бибикают и нецензурно выражаются, это вот как раз проявление этого самого стресса. И в этом плане ходить пешком, ездить на велосипеде или на общественном транспорте, доставляет куда меньше неудобств. Хотя с общественным транспортом тоже не все так плохо, потому что если вы в час пик зайдете в Ихино... Не все так, наоборот, хорошо. Да, не все так хорошо. Совершенно верно, как я говорил, я извиняюсь, что немного заговариваюсь. Да нет, все в порядке просто. Да, в общем, переполненный общественный транспорт тоже, естественно, вызывает стресс. Но в этом плане, например, наземный общественный транспорт, он лучше, чем тот же самый метрополитен. Потому что в наземном транспорте, в автобусе, в трамвае вы можете посмотреть в окно, и как-то за счет этого границы вашего личного пространства расширяются. Вы видите перспективу, вы понимаете, где это, вы видите просто какие-то детали, витрины других людей и как-то отвлекаетесь. В этом плане, когда вы едете в туннели метро, то, как правило, во-первых, там очень шумно. Шум, это тоже, естественно, раздражители вызывают, стрессы, многие другие заболевания. И просто там темно, и туннель смотреть на кабель не очень-то интересно. А сознание того, что над тобой массы земли тоже не успокаивает, конечно. Спасибо, у меня появилась новая фобия. Об этом я не думал. Об этом я не думал, прости, пожалуйста. Самый неприятный момент в метро для многих, это когда поезд останавливается в туннеле по тем или иным причинам. Ну, там всем оформлено, он не загорелся или еще что-то. И ты стоишь, и в такое полное молчание, никто ничего не понимает, и водитель, только водитель, говорю, как называется, командир корабля, штурман, как? В московском метро, по-моему, все-таки водитель. Водитель? Ну, не суть важна, это терминология. Да, он по громкой связи говорит, что, мол, не переживайте, поезд скоро отправится. Да, и поэтому не стоит задерживать. И все, конечно же, переживают. Да, в этот момент все начинают переживать. Вообще, большой совет, большая просьба, не держите, кстати, двери, по крайней мере, в московском метро, потому что там так составлены графики, что когда кто-то один держит дверь буквально там на пару секунд, сбивается график абсолютно всей линии, и за вами начинает сразу несколько поездов оттормаживаться вот так в туннеле. Поэтому, если кто-то не успел забежать к вам в вагон, просто он поедет на следующем, который приедет довольно скоро. Для метрополитенов в Казани, Нижнего Новгорода, Петербурга и других это не относится, у них не так все напряжено. А московский метрополитен работает с перегрузками. Я думал, что ты скажешь, что у них не так скоро все это будет, что в общем соответствует действительности. Нет, это я бы тогда посоветовал Челябинску, Красноярску и некоторым другим городам. Никого не хотим обидеть. Да, никого не хотим обидеть. Никого не хотим обидеть, но у нас был отдельный выпуск, по-моему, где я как раз рассказывал про новости, что они все так очевидны, и вместо метрополитена стоит иногда просто начать развивать трамвай. К тому же, с точки зрения стресса и доступности, трамвай, автобус нормальный, а трамвай-автобус куда лучше, чем метрополитен. Но, опять же, тема стресса не такая простая, как многим кажется. И касается не только каких-то очевидных вещей, типа шума, скорости, переполненного транспорта, но и в том числе насчет наших социальных контактов и среды вокруг. Например, вот Анна Сиприкова, это городской планировщик и проектный менеджер программы Street for Kids в американской ассоциации NACTA. Вообще, если вы вдруг не знаете, что такое NACTA, рекомендую погуглить, потому что они делают огромное количество разных хороших методических рекомендаций, как обустраивать те же самые улицы. И в том числе у них есть большой раздел, отдельный стандарт по созданию дружелюбных улиц для детей. И вот Анна отмечала, что очень сложно быть мамой в большом городе, особенно в российском городе, потому что, когда ты просто выезжаешь с коляской на улице, ты сразу начинаешь по-другому воспринимать пространство. Будь то, опять же, транспорт, шум, пыль и другие вещи, что банально у тебя ребенок не может заснуть, что он плачет, и заканчивая тем, что ты просто иногда на коляске не можешь проехать. А с учетом того, что у некоторых женщин есть послородовая депрессия, то замыкание в себе, в своей квартире, потому что ты просто не можешь выйти, потому что для этого нет условий, только усугубляет положение. И поэтому с точки зрения стресса доступная среда и вообще, когда город проектируют мамы, это довольно важная тема, о которой у нас, к сожалению, думают очень-очень редко. То есть, опять же, можно вспомнить московское метро, которое вот недавно мы упоминали, что там вы с коляской, с детской коляской не сможете этим транспортом воспользоваться в принципе. Потому что, да, на новых станциях где-то делают лифты, но если мы говорим про старые станции, то даже вы не сможете сделать пересадку какую-либо, вам постоянно нужна будет помощь. А попросить помощи, это тоже для многих определенный стресс. Да, да. И вообще осознание того, что тебе нужно сейчас будет ходить, искать того, дергать людей, упрашивать кого-то, он многих останавливает от такого рода прогулок. Да, совершенно верно. И в этом плане хочу напомнить, что доступная среда это не там, где есть пандусы, потому что наши пандусы, даже в подземных пешеходных переходах, они не приспособлены для того, чтобы коляски поднимать или спускать. Причем на них поднимают и опускают, но я смотрю на это, мне страшно. Оступись, и эта коляска полетит вниз. Все верно. Поэтому у нас считается, что это якобы верх доступной среды, но на самом деле нет. Все-таки либо очень пологий спуск и довольно длинный, либо лифт. А еще лучше, в случае подземных переходов, просто делать наземные зебры. Они априори доступны и не вызывают таких проблем и стоят куда дешевле. Ну, в общем, это довольно большой такой срез, который можно долго обсуждать. Но я также хочу вспомнить про визуальную чистоту, про возможность разглядывать архитектуру. И желательно, чтобы она не была обвешана кучей рекламы, чтобы из каждой двери на тебя не кричал какой-то яркий экран или тем более какой-либо динамик с музыкой. То есть все-таки есть у дизайнеров, у веб-дизайнеров такой термин баннерная слепота. Это когда вы размещаете слишком много каких-то, например, иконок, реклам и прочего-прочего на сайте. И в итоге мозг человека просто начинает эти баннеры блокировать, чтобы найти какую-то суть, которая вам нужна. С городом работает примерно то же самое. Очень многие предприниматели уверены, что чем больше у них будет вывеска, чем она будет ярче, а еще желательно вообще повесить какой-нибудь супер телевизор на весь фасад, то тогда к ним будет приходить больше людей. На самом деле это работает совершенно иначе. Если каждый так будет делать, то в итоге с вашей улицы все сбегут, и ваша идея провалится, и деньги будут вложены впустую. Наоборот, когда вывески аккуратно встроены в архитектуру, когда они не перекрывают с собой архитектуру какие-то красивые детали, улица начинает работать лучше с точки зрения пешеходов, велосипедистов и просто восприниматься всеми абсолютно людьми, тогда у вас и вырастет поток людей, улучшится пешеходизация и будет вам счастье. Потому что чем больше пешеходов, чем больше велосипедистов, тем больше количество спонтанных покупок, чем чище и красивее город, тем он любимее, и даже банально больше фоток в инстаграме, а фотки в инстаграме сейчас это очень классная реклама. Поэтому делайте вывески по дизайн-коду, если у вас в нашем городе нет дизайн-кода, то можно посмотреть у других хороших примеров вывесок, у нас с каждым годом, к счастью, все больше и больше, потому что в целом неожиданно города поняли, что визуальная чистота это важно. Правда, не с точки зрения стресса, просто, скорее всего, это стало модным. Сначала Москва сделала дизайн-код, потом другие-другие города, хотя, если быть откровенным, первый дизайн-код в России появился, по-моему, в Петербурге для Невского проспекта, но, как и многие другие вещи в Петербурге, работать нормально он не стал. И только сейчас там как-то вот приходит к регулированию вывесок, в принципе, в центре города. Но для исторических городов сейчас очень активно дизайн-коды разрабатывают, внедряют, в принципе, все идет более-менее неплохо, так что за эту сферу, в принципе, можно, наверное, не бояться. С точки зрения стресса и красоты дизайн-коды вводятся, и визуальная чистота наших городов улучшается. Лирекс Лирекс пишет в нашем чате в Ютьюбе, еще источник стресса — это неправильное планирование города, плюс к этому еще создание агрессивного города. Это в кавычках на эту тему был пост и видео у Аркадия. Расскажи, пожалуйста, что за понятие агрессивный город? Агрессивный город, действительно, у нас был отдельный выпуск, это можно сравнить с архитектурой власти. Ну, например, это когда нет человеческого масштаба застройки, когда здания на тебя начинают давить. То есть, например, там, сталинская архитектура этим грешит, фашистская, нацистская архитектура. В Штатах тоже такое было, что когда вы делаете монструозные здания, это начинает давить на вашу психику, и вы начинаете чувствовать... Организированные, да, такие? Без стеклянные небоскребы, они тоже имеют свойства? Много всего. Скажем так, человеческий формат застройки — это все-таки там до где-то 7 этажей, чтобы вы, смотря просто на здание, во-первых, могли его полностью оценить, и чтобы был визуальный контакт человека на улице с человеком внутри. То есть, когда выше, например, 8-го, 9-го этажа, то банально, смотря на улицу, вы не можете различить лицо человека, и страдает социальная безопасность, и, в принципе, такая архитектура начинает давить. Объясни, пожалуйста, тогда, почему многих людей, у молодежи, вот есть прямо, как это сказать, Москва-Сити стала таким модным местом, любят там пофотографироваться, любят там, вот я знаю, некоторые туристы приезжают, просто в ночь проводят какую-нибудь гостиницу в этой башне. Это просто желание каких-то необычных острых ощущений, или это действительно, они расслабляются в таких местах? Небоскребы в какое-то время, они были просто модными, то есть, конец, точнее, вторая половина прошлого века, это чем больше у вас небоскребов, чем больше у вас развязок, тем круче ваш город. Потом все поняли, что нет, наверное, от этого больше проблем, особенно если мы говорим про жилые небоскребы. Когда банально у вас ломается лифт, вы не можете спуститься или подняться, это говорит о том, что что-то идет, наверное, не так. И к тому же, когда вы не можете запомнить просто лица своих соседей, и зона вашего комфорта как раз ограничивается одной квартирой. То есть, все-таки у нас очень часто, когда люди выходят просто за порог своей квартиры, они получают такой микросрест. Потому что вот моя квартира, я ее обустраивал, я делал все, чтобы мне было комфортно. Выходишь в подъезд, не знаю, стрёмная краска на стенах, мерцающая какая-то, лампа, лифт, который скрипит и вообще непонятно откроется, он закроется, не остановится ли он где-то по пути. Зарисованный вандалами. Да, а потом ты выходишь с подъезда, и там припаркована чья-то ласточка, и лужи, 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 чтобы дойти до пути. Припаркована чья-то ласточка? Ну и как это, ласточка, автомобиль, в смысле припаркованный. Да. Думаю, может здесь тоже какой-то модный термин новый, который я просто не знаю. Нет, к сожалению, это проблема для многих городов, что банально ты выходишь действительно на парковку. И это тоже уже вызывает такой определенный стресс, потому что, опять же, машина стала восприниматься источником опасности. Это довольно обоснованно, но другое дело, что с этим никто не делает. Хотя правильный дизайн среды, он в принципе позволяет нивелировать это опасение. То есть банально, когда, не знаю, вы выходите на тротуар зелененный, где все красиво, все понятно, а машины едут просто чуть подаль, уже куда лучше в этом плане. За Shadow Rush пишет, соседи в Москве, это особый разговор. У нас была на эту тему передача про добрососедство, пожалуйста, посмотрите. Да, у нас была на эту тему передача, но, опять же, формат застройки очень часто сам по себе вызывает бытовые конфликты. Что, действительно, люди, возможно, хотят жить в других условиях, какой-нибудь онхаус, например, со своим входом. То есть есть люди, которым нормально жить в человейниках, просто не задумываясь, например, есть кому ненормально. И для тех, кому ненормально, часто таких форматов застройки просто нет, например, в городе. У нас, к сожалению, есть две крайности, либо мы должны строить свой собственный дом, либо жить в человейнике. И там и там есть свои минусы, но то, что между двумя этими категориями есть еще огромное количество других форматов жилья, которых, к сожалению, у нас в городах практически нет. Либо они стоят необоснованно дорого. Разве зона комфорта, пишет Антон Фидулов, не зависит от привычек? Зачем знать имена соседей, комплексы человека из малонаселенного места? Ну, во-первых, мы формируем среду, среда формирует нас. И знать хотя бы в лицо своих соседей хорошо с точки зрения социальной безопасности. Вы сразу понимаете, кто в вашем подъезде чужой или свой. Если чужой, то, возможно, стоит быть более пристальным и нести ответственность за общедомовое имущество. И кроме того, опять же, добрососедство, вот как я упоминал в той программе, это в том числе про эффективное управление общим имуществом. То есть если вы собственник квартиры, вы заинтересованы в том, чтобы все остальные собственники были добропорядочными и вообще ответственно относились ко всему вокруг, и чтобы качество вашей жизни от этого не падало. Это тоже дополнительный стресс, потому что тебе приходится коммуницировать с другими людьми и объяснять им, как жить. Верно. И в некоторых городах, насколько я помню, проводили исследования, возможность заговорить с незнакомым человеком даже. То есть в целом, когда среда вокруг агрессивная, вряд ли ты без какой-то острой необходимости начнешь говорить с кем-то тебе незнакомым. А когда, в принципе, все более-менее дружелюбно, когда соблюден баланс, и, например, нету каких-то толп людей везде, что город не переполнен, что у вас нет очередей на лифт, что вы выходите на комфортную красивую улицу, то, в принципе, заговорить с человеком не такой уж сильный стресс. Но это действительно все упирается очень сильно в нашу повседневность. То есть когда ты говоришь про комфортную улицу, во многих городах просто не понимаешь, а что это такое. А как это? Это то есть когда там побольше заборы должны быть или что-то еще. Поэтому тут без фантазии сложно как-то представить. Я спрашивал в самом начале программы наших слушателей, испытывают ли они стресс от большого города. 55% испытывают, и 45% говорят, что только приятные эмоции вызывает у них большой город. А почему, кстати, мы говорим о стрессе в большом городе? Разве в маленьких городах не бывает стресса и даже депрессии, депрессивного состояния уже? Все-таки мне кажется, что в малых городах это не столь ярко выражено. Потому что, опять же, не так много людей. Или эти веры на другими проблемами? Там есть, возможно, другие проблемы немного, но в целом именно, как правило, мегаполис вызывает больше всего стрессов. И, как ни странно, именно в мегаполисах проявляется проблема одиночества. То есть казалось бы, вокруг тебя столько людей, но вот опять же неправильная среда, неправильное программирование, и многие другие факторы приводят к тому, что, например, люди замыкаются в себе. И для многих это тоже стресс, и приходится даже прибегать к помощи специалистов, чтобы это решить. А вот нам Сергей Собянин сообщил, что на лавочках можно сидеть, наверное, избавить перед нас от части стресса. Ну, кстати, это действительно, ведь почему-то считается, что скамейки должны стоять только там, где общественные пространства, где вот обязательно должны сидеть толпы людей. Но вообще-то места для сидения нужны просто по всему городу, потому что есть маломобильные люди, там просто пенсионеры и очень многие, которые часто устают, и им нужно посидеть. Да, молодые, здоровые, они могут пройти несколько километров и не устать. А все-таки есть много довольно людей, которым нужно посидеть хотя бы там через каждые 100-200 метров. И которые не могут на газончик присесть. Да, абсолютно верно. И для них это тоже стресс. Вот и затронули немного тему одиночества, проблем одиночества в большом городе, что это вызывает стресс. И особенно ведь она бьет по маломобильным и в том числе по пенсионерам. И поэтому во многих местах вот специально ставят скамейки, чтобы там люди могли присесть, если они устанут. Или хотя бы поставить сумки, если они несут продукты домой. Или там вот в борьбе со стрессом, например, делают народные огороды или какие-то клумбы, за которыми ухаживают сами жители. И как раз очень часто это старшее поколение. И они в процессе знакомятся, социализируются. И как раз вот становится меньше стресса, зато больше ответственности за город, за то, что происходит у тебя во дворе. И много всего других. Их, точнее как, решается большой клубок вообще других проблем. И мы в первой части в основном проговорили про транспорт, какие это вызывает проблемы, как с этим в принципе можно бороться. И про визуальную частоту в плане рекламы. Сейчас хотелось бы вот еще затронуть тему архитектуры и озеленения. Потому что, вот как сказали, есть агрессивная архитектура, где нет человеческого масштаба, где тебя подавляют. Но есть архитектура с человеческим лицом. И в том числе многие отмечают такой пункт, как архитектура здоровья. Самый банальный пример было исследование госпиталь, что одна сторона ориентирована на асфальтовое поле парковку. Другая сторона ориентирована на зеленые насаждения. Люди с одинаковыми заболеваниями, как правило, на стороне, где окна выходят на зелень, выздоравливали быстрее. То есть это приводит к тому, что все-таки небольшая этажность застройки и нормальное озеленение, это тоже влияет на наше физическое и ментальное здоровье. Поэтому не стоит урубать деревья вдоль улиц. И если вы живете сильно высоко и не можете контактировать с той же самой зеленью, возможно, вы не замечаете особых проблем. Но ваш мозг это подмечает, и ничем хорошим это не кончается. И в целом у нас есть в России проблема, что люди стараются покупать квартиры как можно выше. И я так понимаю, это лично мое мнение, что это как раз связано с агрессивной городской средой, что люди просто не хотят жить с окнами на шумную улицу, где нельзя открыть окно, не хотят контактировать с пылью, которая летит с той же самой улицы и многими другими вещами. И поэтому стараются от этого всего немного сбежать. Кстати, ты знаешь, я обратил внимание, для меня самого еще и стрессом является абсолютная изоляция квартиры от внешнего мира. Потому что я вот бываю иногда у своих... Я сам живу не в центре Москвы, но есть у меня некоторые друзья, которые живут или снимают квартиры в центре Москвы. А в центре Москвы, на бульварах особенно, невозможно жить без звукоизоляции, потому что шум такой стоит постоянно, и ночью в том числе, что ты просто с этим не сможешь жить. Но когда ты попадаешь в квартиру, в которой не слышно вообще улицы, мне становится немного жутко. То есть ты как будто в коробке, тебе ощущение даже, что тебе дышать тяжело в этой квартире. Хотя, может, вентиляция это есть, и все в порядке. Но вот это вот абсолютное решение. То есть мне, я люблю, когда у меня форчек открыт, и из нее доносится, знаете, вот этот ветерок какой-то, там шум, дождь, если пойдет, я обожаю такое, а без этого я прям не тяжело. Я тебя прекрасно понимаю, в принципе, опять же, вот первый локдаун, он, мне кажется, хорошо подчеркнул, что даже люди, которые считают себя интровертами, что они соскучились по общению, что это все-таки очень важно для нашего ментального состояния, ментального здоровья. И да, именно поэтому люди живут в городе, потому что нужно общаться совместно, решать какие-то проблемы, самореализовывать себя и много всего другого, то есть контактировать с другими людьми. Это нормально, это необходимость. Ну и тут могу за себя сказать, что вообще я обожаю жить там не выше третьего этажа, чтобы, опять же, была видна хоть какая-то улица, чтобы ты когда завтракал, просмотрел, как идут люди, как что-то двигается. То есть это такой, ну как театр улиц, как его называет Джейн Джекобс, называла Джейн Джекобс в своих трудах. И это куда лучше, мне кажется, чем любой телевизор. То есть контактировать с городом нормально и правильно. И тут можно вспомнить голландцев, потому что вот у нас считается, что чем выше живешь, тем лучше, а у них, наоборот, жизнь там выше четвертого, пятого этажа особо не ценится, потому что, мне кажется, они строят новые районы и вообще создают среду вокруг такую, чтобы у вас был красивый вид из окна. Будь то улица, проспект, другой дом, ну в общем, неважно где и как, то есть они создают красоту не только внутри помещения, они скорее концентрируются за этим помещением. И неважно, большая у вас квартира или маленькая, за счет того, что у вас есть окно и вы смотрите на красоту, жизнь становится чуть краше и лучше. И мне искренне хочется, чтобы мы тоже начали так относиться к городу. Простите, а нет обратной зависимости? Нет ли стресса от того, что люди, живущие на первых этажах, условно, они же закрываются постоянно шторками, они постоянно бесятся из-за того, что люди живут как на открытой, как это сказать, как в реалити-шоу, что за ними наблюдают? Тут мы переходим к типам застройки, типам улицы, и если у вас оживленная большая улица, то первый этаж там, как правило, магазины, потому что как раз жить некомфортно. Но ведь есть и спальные улицы, особенно не на каких-то главных проспектах, а в отдалении, например, улица вообще может быть тупиковой, и там особо-то никто не ходит. И поэтому, если особенно есть полисадник, то эта проблема решается. Тут скорее проблема в том, что у нас во многих микрорайонах немного не учли этот момент, и действительно люди жили как на проходном дворе, и у них не было приватного пространства. Это тоже неправильно. Но опять же, если мы вспоминаем тот же голландский опыт, то у них распространено, что если есть танхаусы, где у вас есть собственный вход, собственная какая-то небольшая территория, то на первых этажах обычно там идут просто какие-то общественные пространства внутри вашего жилья. То есть, грубо говоря, зал. А именно спальные комнаты, жилые комнаты, они все-таки на втором этаже. Но это еще более редкий, наверное, формат застройки для наших городов, и такое встречается редко, но как факт, в принципе, это все проблемы решаемые. Это программа «Среда» с Аркадием Гершманом. Мы сегодня говорим о стрессе в большом городе, и, наверное, самое время перейти к нашей рубрике «Города». Все верно. Кратко напомню принцип этой рубрики. Это как игра в города. Вы называете букву... Точнее, вы в первый раз назвали какую-то... Таллин был. А? Таллин был. В прошлой части был Таллин. В прошлом году, да, был Таллин. Соответственно, вы предлагали города на букву «Н». Для следующего выпуска в комментариях к этому видео оставляйте города на букву «Д», потому что сегодня мы говорим о Новгороде. Мы немножко так схитрили, потому что мы решили, что Новгород сам по себе – это и есть Новгород Великий, потому что нижегородцы всегда говорят «Нижний» или «Нижний Новгород». Да, все так. Поэтому, да, в описании города на букву «Д» оставляйте свои предложения, Аркадий выберет из них те, в которых он был, о которых ему интересно рассказать. Да. Великий Новгород – прекрасный город, потому что там все-таки ходишь и понимаешь, что вокруг тебя история. Это один из немногих городов, который после войны был восстановлен, а не застраивался заново. Точнее, понятно, что там есть новая сталинская застройка, которая формирует те же самые ансамбли, но все-таки какие-то самые знаковые места там восстанавливались, потому что понимали, что это важная часть нашей истории. То есть это очень нехарактерно вообще для советского периода, где у нас обычно все сносили и вообще строили новый лучший мир на остатках, точнее, как на осколках. На руинах. На руинах, да, старого. Но Великий Новгород – это одно из исключений, поэтому, конечно, туда стоит ехать только ради наследия. Кроме того, особенно по сравнению с Москвой, Великий Новгород хорошо отличается открытым Кремлем. Там ты можешь взять и пройти Кремль насквозь. В нерабочее время, да? Ну вот только на ночь его закрывают, а так это обычный такой район внутри центра города. А я был там, там же внутри, или, если я правильно помню, есть театр. Там в основном административные здания, там нету жилья. Ну, тут, наверное, стоит сделать такую предысторию, то, что в целом исторические территории Кремлей в наших городах всегда были частью города, они всегда были открытые. А вот Московский Кремль закрыли после революции, и он остается таким по сей день. То есть, чтобы даже сейчас туда попасть, нужно купить билет, нужно пройти очень, по-моему, несколько рядов досмотра, и только потом тебя допустят, и тот, я как понимаю, может ходить далеко не везде. Я смотрю на Кутафе башню, это один, но он такой приличный, там, с рамками, не просто рамки пройти, а такие эти самые. Да, то есть, вместо городского района мы получили закрытую полностью территорию, которая исключена из общегородского доступа. Мне кажется, что огромное количество москвичей просто внутри Кремля не бывало, потому что попасть туда не так-то просто. А в случае Новгорода вы можете не только попасть внутрь, но еще и пройти его насквозь. И это, конечно же, волшебно. Хочется, чтобы в Москве мы тоже к этому вернулись. Ну, я два слова скажу только в защиту московского Кремля. Все-таки по сравнению с советским временем, там, слава богу, открыто больше зон для туристов, потому что раньше и тайницкий сад был закрыт, и пространство, вот сейчас 14-й корпус снесли, они все-таки хотят эту зону, я так понимаю, ставить за гостями. И фундаменты сейчас Чудового монастыря можно посмотреть через стекло. То есть все-таки он больше стал, более туриста-ориентированным стал. Оттепель. Оттепель. Да, уже второй раз повторяем эту фразу. Но все-таки мы должны понимать, что нормальное состояние — это открытый вход. И желательно не просто один вход, один выход, а все-таки, чтобы можно было войти в одном месте, а выйти в другом месте. Потому что все-таки, мне кажется, это одна из крупнейших сохранившихся крепостей на территории Европы. И то, что она вот так вот закрыта и превращена в туристический аттракцион, мне кажется, это не очень справедливо. И все-таки нужно возвращать все, как было. Но если возвращаться к Великому Новгороду, то там помимо Кремля, помимо исторического наследия, есть еще очень классный просто пляж у стен Кремля, где заодно проводят мероприятия. Ну, то есть у нас вот ощущение, особенно там у жителей крупных городов, что Кремль — это вот власть, это символизм определенный, что там нужно вести себя, ну, ходить на цыпочках просто и воодушевляться только. А там вот в Новгороде можно просто взять поплавать у стен Кремля. И тут можно вспомнить советский, опять же, период дореволюционный, что в целом в Москве реке у стен Кремля тоже купались когда-то. Но сейчас эти воспоминания, мне кажется, просто у людей исчезли, только на старых фотографиях они остались. А это довольно классное общественное пространство и возможность взаимодействовать с водой в центре города. Это очень важно из точки зрения туристов, из точки зрения местных жителей и из точки зрения стресса. То есть когда вы все-таки можете взаимодействовать с водой, а не только на нее смотреть с моста, это довольно классно. Еще из довольно интересных вещей, это я бы отметил модернистский театр в Новгороде. Он смотрится просто как космический корабль. Я понимаю, что многие его недолюбливают, считают агрессивным, но это явно достояние города. Возможно, не все это просто еще оценили. Сейчас, насколько я понимаю, там переосмысляют пространство вокруг театра, пытаются его благоустроить, чтобы оно как-то жило по-новому. И плюс обсуждается реновация этого театра, потому что выяснилось, что здание слишком дорогое, слишком большое для театра. Нужно привести туда какие-то новые функции, чтобы экономика срослась, и чтобы это был не просто пустырь, который оживает там раз в неделю, когда проходят какие-то спектакли, а все-таки, чтобы территория и само здание нормально функционировало в течение любого дня, любой недели, любого времени года. Я прошу прощения за офф-топ, но нам не простят, если мы этого не скажем. Дело в том, что сборная России наконец-то забила свой первый гол на чемпионате Европы 2020. Алексей Миранчук стал автором первого гола сборной России. Ура! Счет Россия-Финляндия 1-0. Да, не знаю, можно ли будет поиграть в футбол на площади перед театром, но кто знает, возможно, эту функцию тоже туда принесут, хотя бы во временном ком-то исполнении. Ну и, наверное, последний такой отличительный плюс Новгорода, что там нет маршруток. Там вот, как в случае с Абсковым, просто не развалили хозяйство, и ездят там большие комфортабельные, часто бывшие из Европы автобусы, но, тем не менее, маршруток там нет. Несмотря на то, что город не какой-то мега крупный, потому что у нас часто есть такое заблуждение, что если город небольшой, то там вот только могут выжать микроавтобусы и пазики. Нет, может быть нормальный общественный транспорт, и важно просто правильно заняться планированием и правильно считать экономику. Еще я бы здесь добавил, может быть, как плюс, а может быть, просто как факт, Новгород же не только сам по себе интересен для туристов, он еще может, он же является центром целого туристического региона, и обычно люди, которые приезжают там в Старую Русу или еще куда-то, они останавливаются в Новгороде, потому что именно оттуда можно выездами добираться вот в эти вот интересные места. Тут я не могу сказать, потому что так не пробовал, но, как мне кажется, только если на автомобиле. Все-таки мобильность внутри региона, она очень сильно ограничена. Возможно, конечно, там есть и какие-то междугородные автобусы, но не уверен, что они довольно комфортабельные, связанную велоинфраструктуру, как такой полноценный туристический комплекс, я вообще не говорю, у нас в России в принципе этого нет, только сейчас начинают строить какой-то из участков велосипедного маршрута из Москвы в Петербург, который, возможно, как раз пройдет через Новгород и хоть как-то активизирует эту отрасль. Но тут я деталей рассказать, к сожалению, не могу, потому что не знаю. Но я бы перешел сейчас как раз к минусам, потому что вот нет велоинфраструктуры. А вообще, когда мы говорим о Новгороде, где огроменный туристический потенциал, где просто, вот как про южные регионы говорят, воткни палку, и там вот прорастет у тебя все. Так вот, мне кажется, в случае Новгорода сделай хоть что-то, даже самое нелепое. И все равно это вызовет отклик с точки зрения туризма. Но вот там, к сожалению, ничего такого не делают. Потому что вот с точки зрения своего масштаба, с точки зрения среды, там может быть идеально велопешеходная инфраструктура масштаба всего города. Ходи-заходись. Но вместо этого там ставят заборы, убирают пешеходные переходы, и про какие-то велодорожки там речи не идет. Я это знаю, потому что я там в свое время, несколько лет назад ездил, и мы прорабатывали именно веломаршрут внутри города с точки зрения транспорта и туризма. Дали концепцию, при том посчитали, что это не будет стоить каких-то больших денег, просто нужно подумать и сделать хорошо. Но ничего сделано, конечно же, не было. И, насколько я понимаю, это далеко не первая попытка вот как-то очеловечить. Но в городе, мне кажется, просто нету человека, которому что-то надо было. Всегда во главе любого проекта стоит какой-то человек, которому вот надо. Надо сделать хорошо, надо там продвигать город вперед. По идее, это должны быть обычные горожане, которые выбирают, например, мэра, и у мэра стоит системная задача сделать хорошо, чтобы горожане его выбрали еще раз. Но у нас, к сожалению, вот этот процесс немного нарушен и работает все иначе, и очень часто, вот имея такой огромный потенциал, его просто не видят, не замечают под каким-то, под сиюминутными проблемами. Ну, прости, я здесь готов еще вот в чем-то с тобой, не то что поспорить, а, может быть, бросить полежка. Если мы говорим о южных городах, которые живут за счет туристов, то понятно, что все ориентировано внутри, на приезжих. Если мы говорим о городах северных, которые, может быть, исторически представляют ценность какую-то туристическую, то все равно, тем не менее, все равно в большинстве случаев люди зарабатывают другим. И у руководства города, у мэра города тут встает вопрос, для кого этот город делаешь, для своих или для приезжих, потому что между ними часто бывает конфликт. Но чаще всего одно другому не противоречит, потому что, когда вы делаете хорошее общественное пространство, удобные улицы для пешеходов и велосипедистов, это стимулирует тот же самый бизнес, мелкие и средние, а его открывают как раз местные, и они получают деньги с туристов. И люди, которые получают больше денег, чем раньше, они, как правило, довольны этим. И тут можно вспомнить Петербург, потому что все ругаются, что вот там куча заведений, что все приезжают выпить, но при этом как-то опускают, что работают там сами петербуржцы, и что, я думаю, у каждого знакомого там, точнее как, у каждого петербуржца есть знакомый, который так или иначе работает в туристической сфере, и поэтому это довольно важно. Поэтому здесь противопоставления нет. У нас еще нет пока городов, которые бы столкнулись с переизбытком туристов, как это случается в Амстердаме или Венеции. Нам до этого еще далеко, и в целом таких городов на всей планете не очень много. Поэтому в целом туризм — это история хорошая. А еще, когда мы говорим об удобных, безопасных улицах, это как способствует тому, что люди просто не умирают, например, в авариях, что по этим улицам в том числе ходят сами жители. Или там вела инфраструктура, что она нужна в том числе для местных жителей, чтобы они там не ездили в переполненных автобусах или не имели зависимости от автомобиля. Это тоже все играет ощутимую роль на развитии города именно с точки зрения местного жителя. Ну и здесь, кстати, стоит вспомнить еще один минус, то что сфера услуг в Новгороде, она, скажем так, так себе. То есть есть несколько хороших заведений, есть несколько хороших гостиниц, но в целом, мне кажется, что рынок пустоват. Если сравнивать с тем же Псковым, где тоже ситуация примерно похожа с точки зрения наследия, там этого куда больше. Именно хороших заведений, куда могут ходить и местные жители, и туристы. Ну, в общем, мне кажется, что у Новгорода еще все впереди, но главное, чтобы появился просто человек, которому надо. Ну, опять же, из собственного опыта, я обещал об этом сказать, я-то думал, что до Новгорода легко доехать, потому что, ну вот же есть Сапсан, Москва, Питер с остановкой в Чудово, а что там от Чудова до Новгорода рукой подать. Ну, не все так просто. Но добраться из Чудова в Новгород оказалось действительно тем еще челленджем. Потому что я уезжал на такси в итоге, потому что я не попал, я сошел с рейсов, известный когда у Сапсана, но автобус один уже ушел, другой будет через два часа. Я вообще оказался в такой ситуации, что, ну как, вы же хотите привлечь людей туда, а вот вам золотая жила Сапсана из Москвы в Питер каждый день по 500 рейсов. Да, есть такая проблема, то, что у нас не видят потенциал и вообще вот банально не умеют координировать одно с другим. И тут можно вспомнить новый проект высокоскоростной магистрали железнодорожной Москва-Питер, то, что она в принципе обходит все города, даже Твери, Новгород. И то есть вроде как мы работаем на то, чтобы мобильности было больше, но при этом мы никак не подстегиваем развитие вот городов между. И мне кажется, это идиотизм, это большой просчет, и что все-таки одумаются и исправят это. Спасибо большое, Аркадий Гершман, программа «Среда», Алексей Соломин, соведущий этой программы, Василий Александров, наш звукорежиссер. Мы увидимся с вами через неделю. Всем пока. Счастливо. Город.